Всем большой-большой привет! Меня снюхай, снюхай меня! Повезло с погодой. Ну, не сглазить бы к обеду, потому что ветер начинает подниматься такой нехилый, ледяной. Я маленько тут кашляю, сопливлюсь. Заморозила ноги, конечно, с непривычки, как всегда. У нас, видите, вот там агрегат такой стоит. Вот. Вчера вечером, думаю, ну что, ну, блин, лень, конечно. Ну, днюха, 8 вечера. Думаю, сейчас буду себе там тортик спеку, там еще что-то. В общем, у нас выключили свет. И этот вот генератор приехал свет нам чинить где-то в 2 часа ночи, встал туда и начал там шуметь. Видимо, не починили и как-то вот нам свет через эту машину вот дают. В общем, ночь не спала, нифига не выспалась. В общем, ничего не хочу, ничего, печь не буду. Изображение меня. Вот. Козы тоже все в шоке. Им тоже машина не нравится. Собаки на стреме. Что случилось? В общем, ну, как всегда. Ночь. Телефоны сели все. Конечно, потому что я же от скуки их досмотрела до конца. Включила кино и думала, ну, блин, сидеть при свечах. Ах, ладно. Это, как там, когда вам дается какое-то событие, подумайте, не из-за чего, из-за что, а для чего. Это моя диета. Мне говорят, не нарушай диету, неважно. Тебе уже 43, так что никаких тортиков, никаких тортиков. Вот это было прямо вот так вот подходишь к столу, подхожу, печку достала, поставила на стол. Думаю, ну, все, сейчас начну. Сейчас себя заставлю. И все, и свет вырубается. Вот так вот. Все наши тайные желания. Вот тебе полночи подумать, хочешь ли ты съесть этот торт, или ты все-таки худеешь. Вот так. Так что все, я худею. Сегодня ничего не буду печь и буду есть свою обычную диетическую еду. Ну, все, сейчас пока у нас раннее утро, мы с собачатами по насту пойдем за веточками, за веточками. Ну, на самом деле, конечно, я под утро задремала, задремала уже. Спать-то, конечно, охота. Но не поспать, потому что у меня телефон начал пелькать. СМС-ки, сообщения, СМС-ки, сообщения. И, в общем, все это пель-пель-пель-пель-пель. И, да, еще не читала, еще никому не отвечала ничего. Сейчас дела все сделаю, когда потом уже буду в телефон залезать. Сднюхай меня. Ну, вот у нас работы там все еще продолжаются. Что-то там начали скручивать. Может быть, уже все починили. Все ведут себя. У меня прямо образцованная Зунька сидит. Здесь вот Бимушка у меня. Бимусик прямо на крыльце лежит и не гавкает, и не истерит. Ты прямо такой весь молодец-молодец, мужичок. Да? Крепенький такой. Ой, так что, надеюсь, все. Потому что машина замолчала. Она больше не трындит. У нас, наконец-то, тишина. Так что все. Дальше будем наслаждаться тишиной деревенской. Так, спекла я медовичок. Кое-как пеку каждый коржик и думаю, ну вот сейчас мне вырубят электричество. Слава богу, не вырубили. Ну, все. Так что всех жду на чай. Давайте подруливайте. Если что-то уже забеглось, у меня сил нету никуда ехать. Так что все ко мне. Все ко мне. Буду сама сидеть на жопаньке ждать. Вот уже какой день. Уже не могу доснять видео никак. Ой, а сегодня утро. Видите, я такая все. Вся такая утренняя. Третий день уже пошел. Ну что, с электричеством у нас, конечно, вот жду-жду такая девчонок на чай. В общем, и свет поотключали. И вот это вот все. И давай печки топите. Господи, чайника не согреть. В Новой Буре было очень хорошо. Там у нас был газовый баллон. То есть, самый такой писк и кайф, когда отключают свет. Даже когда там на двое, как-то на трое суток отключали. У тебя всегда есть газ. Всегда можешь чай согреть. Ну, или как-то зажечь комфорки. И светло, тепло, и мухи не кусают. Ой, ну что. Ну, один плюс. В отключении света, конечно, был. Вот, конечно, у меня были незаряженные к ночи телефоны. Еще был такой вечерочек, восемь вечера. Еще, как всегда думаешь, ну, там в десять на зарядку поставлю. Вот, и они быстренько сели, конечно. И я, наконец-то, почитала. С телефоном себя очень тяжело заставить читать. Литературы куча. Заставить, к сожалению, навыки не очень развитым в этом отношении. Вот, наконец-то я почитала, начала книжечку. Игры, в которые играют люди. Очень интересные, всем советую. Кто не читал, замечательная штука. Ой, как. Ну, она мне нравится, потому что я люблю, когда мне все разжевывают. Какие-то очевидные вещи. Называют своими именами, раскладывают по полочкам. Вот, таким чтивым буду теперь заниматься. Так, что еще хорошего? Очень много поздравлений я получила. Я до сих пор еще все отписываюсь, отписываюсь. Мне звонили до полодиннадцатого ночи. У меня до сих пор охрипший голос. Я пью молочко с содой потихонечку. И стараюсь вообще не разговаривать ни с собаками, ни с козами, ни с кем больше не разговаривать, чтобы скорее голосовые связки пришли в норму свою естественную. Даже сейчас, как говорю, и горло болит. Так что, да, конечно, за поздравления всем огромное спасибо. Многие меня порадовали. Люблю, когда звонят, там или пишут, или что-то присылают с хорошими новостями. Люблю за кого-нибудь порадоваться. И замечательно у нас девочка, естественно, в своей строе познакомилась, когда там дом купила. Ой. Ну, одного мы с ней возраста. И только она выглядит на восемнадцать. А я на свои. Надеюсь. Надеюсь на свои. Вот. Она выходит замуж за мужчину с четырьмя детьми. А она всегда мечтала о большой семье. И я очень за неё рада. И она вся счастливая. Вся прямо. У неё теперь куча-куча детишек. Всё это всё. Всё, о чём она мечтала. И такое ощущение, что у всех детишек ёёные прямо глазки ёёные. Вот. Так что я их прям поздравляю. И так рада. Люблю, когда мне что-то такое. Звонят и говорят. А у нас всё хорошо. У нас там вот тут хорошо. Там хорошо. В общем, так что. У кого радостные новости, обязательно мне сообщайте. Ну, а у кого нет радостных новостей, люди, ну, наконец-то начинайте жить счастливо. Опять же. Опять же, советские фильмы. Смотрю иногда вечером. Очень интересно. Комментарии иногда бывает почитать. Я здесь смотрю фильм. Ой. Называется «Миллион комментариев», которые «Как я хочу вернуться в то время!» Какие были замечательные люди! Ну, комментарии в основном под советскими фирмами, такими старыми. Они все одинаковые. Кто-то в это время жил, родился. Там и вот такое все светлые воспоминания. И один такой образцово-показательный момент. 15 тысяч комментариев. Комментарий такой стоит во главе. Как хочется обратно в то время. Какие были люди замечательные, какие все. И, значит, 15 тысяч лайков. Что, ну, красивый комментарий. Всем понравился. Все бы так хотели. И прямо под этим комментарием. Комментарий. Люди, ну, вы же все пишите эти комментарии. Вы же все живые. Вот вам нравится доброта этих людей. Давайте так же жить. Ну, вот так же обращайтесь. Так же разговаривайте. Так же там был такой комментарий, что как старшее поколение разговаривать с младшим. То есть они там учат их как-то вот так вот наставляют мягко. Там все вот это вот. И комментарий, что, ну, давайте тоже будем так вот добрыми, такими же отзывчивыми. И как бы мы же все живые. И, ну, так сказать, не то, чтобы там возродим то время. Кто там жил и кто хочет так же жить. Ну, давайте это показывать. Образец для подражания. И на этом комментарии, под тем комментарием, где 15 тысяч лайков, под этим комментарием только 15 лайков. Где логика, люди? Где логика? Хотите только ностальгировать и как было хорошо, как сейчас все плохо? Давайте начинайте, чтобы сейчас тоже было все тоже хорошо. Выходите на улицу, улыбайтесь, поднимайте бумажки за людями. А не так, что типа, ну, раз тут все бросают, я тоже буду бросать. Вот это прекрасные молодые люди, которые свет нам отремонтировали. Да, они уехали, и я за ними ходила поднимать мусор. Смысл, в общем, какой? Бороться, ну, это я, короче, почитала статистику про общество. То есть, ну, как у нас обычно принято, там люди плохие, тут хорошие. Общество любое, можно в целом взять и там какие-то процентные соотношения. В общем, везде есть хорошие люди, везде есть плохие люди, везде есть мусорящие люди. Их будет уже не переучить, и остается только поднимать за мусорящими людьми мусор. Вот как-то так. То есть в любом обществе есть психопаты. В любом абсолютно это врожденное, и это ничем не вылечится. Так что просто добрым людям нужно быть еще добрее. Что-то в этом роде. Нельзя будет переделать всех и создать какое-то такое идеальное общество. Все равно там будет что-то, и кто будет чувствовать за это ответственность, будет, так сказать, нивелировать своими хорошими качествами. Наверное, как-то так. Вот такие с утра у меня философские рассуждения. Так что не люблю я праздники. Слава богу, праздники прошли. День рождения всегда грустный праздник. Девочки приехали. Несмотря на все мои диеты, привезли мне торти и красный бархат с крем-чизом. Короче, ну, разумеется. Я же не могу на него смотреть. Я как ложечку попробовала, и оторваться не смогла. Так что у меня сейчас вот прямо вот, вот прямо плюс полтора килограммчика. И сейчас я их буду обратно на свою диетку и буду их, так сказать, ой, бороться, бороться с ними. Все. Ну, опять дома не осталось никакой вредной еды. Так что я опять в свою колею. Ну, вчера я очень сильно вчера порадовалась. Полвосьмого вечера еще было светло. То есть у нас приближается, приближается медленно к белым ночам. Так что мы сейчас все больше и больше сможем времени проводить во дворе, физической работой заниматься, гулять. Ну, еще асфальт не оттаял. У нас еще так проблемно, слякотно, не очень приятно гулять. Так что скоро-скоро. Я надеюсь, что килограммчики будут таять чуть-чуть быстрее, потому что физической работы у нас сейчас прибавится. Ой, а сегодня я опять себе. Еще один день отдыха у меня, потому что сегодня просто у нас пошел дождь. Все эти дни мы утром просыпались, у нас хорошие такие заморозки до минус восьми, и мы по насту ходили, вкусных веток набирали для козы. А сейчас вот мы дошли до водой, я доскользь мокрая, сушусь. Так что сейчас буду, скорее всего, альбомчиками, цветочками, наверное, заниматься или домашними делами. Так что всем пока-пока. Приятно вас всех было слышать, читать, видеть. 99% людей просто не забыли поздравить. А кто забыл, мне все равно. Все равно вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем пока-пока.